Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленской АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошлую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Плановые противоаварийные учения. КОБЛЬ-60 в объективе журналистов России 24. Веломарафон 150 км за 24 часа. День национальной кухни. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 2244 мегаватта, что составляет 101,8%. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе первые и третьи энергоблоки суммарная нагрузка 2115 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Второй блок 25 октября выведен капитальный ремонт со сроком 10 февраля 2018 года окончания. Выработка электроэнергии за 30 дней октября составила 1,96 млрд кВт-ч. С начала года выработка составила более 20 млрд кВт-ч. Сверхплана – 1,48 млрд кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На станции прошли плановые противоаварийные учения, в ходе которых персонал АЭС отработал практические навыки работы и взаимодействия с внешними аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов. Цель прошедшей тренировки – отработка навыков взаимодействия всех задействованных сил и средств, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов и готовности противоаварийных формирований к устранению чрезвычайной ситуации. В учениях были задействованы силы, средства отдела мобилизационной подготовки и цехообеспечивающих систем САЭС, первой пожарно-спасательной части, медико-санитарной части номер 135, а также Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас». Цели и задачи, которые поставлены были на сегодняшний день, достигнуты у нас. Люди участвуют именно в процессе, пусть это не реальные действия, но тренировочные. Но тем не менее, в случае, если вдруг им придется участвовать в реальном процессе, они уже через это прошли и будут знать и практически использовать те средства уметь, которые у них имеются. Положительную оценку противоаварийным учениям дал представитель Главного управления МЧС России по Смоленской области, наблюдавший за ходом их проведения. Учения, которые мы провели, они проходили в рамках месячника гражданской обороны. Все задачи, цели, которые были перед нами поставлены, они достигнуты. Силы и средства готовы к выполнению поставленных задач и оцениваю положительно. С поставленными задачами все справились. СМОЛЕНСКУ АЭС Выступающие ответы на вопросы съемочной группы о реализации проекта производства Кобальта-60 на Смоленск АЭС, технологии его производства и обеспечении безопасности. Журналисты провели видеосъемку в Центральном зале Первого энергоблока и в помещении подготовки свежего топлива. В городе Атомщика в Десногорске прошел открытый веломарафон «Смоленск АЭС», посвященный 35-летию пуска Первого энергоблока «Смоленск АЭС», 25-летию концерна «Росэнергоатом» и Году экологии в России. В нем приняли участие 50 спортсменов из Десногорска, Росовля и Смоленска в возрасте от 6 до 61 года. Веломарафон прошел по инициативе молодых атомщиков при поддержке Просоюзного комитета атомной станции. Классные ребята затеяли. Ударим велопробегом по бездорожью Смоленщины. Вы идете по своему маршруту, а мы с мэром пойдем по своему маршруту, поедем по городу, посмотрим, как там ремонтируют. Дороги нам, тропинки, ставят лавочки. Готовимся к субботнику. Маршрут марафона прилегал от Десногорска до святого источника «Слезы Богородицы» по пересеченной местности и обратно. Юношам, женщинам и ветеранам предстояло преодолеть два круга, мужчинам – пять. Это у нас второй марафон 150 километров за 24 часа. Мы должны преодолеть это расстояние. Но, как правило, ребята преодолевают часов за 10, за 12. И остальное время просто увеличивают свои рекорды личные, делают сверхмарафоны. Лучший результат среди мужчин показал Александр Андреянов. 150 километров ему покорились за 7 часов 14 минут. Вторым пришел к финишу Виктор Иванов. Третье место разделили Сергей Гайдер и Александр Новиков. У женщин 60 километров за 2 часа 44 минуты преодолела Анна Козлова. На втором месте – Юлия Карасева. На третьем – Анна Останина. Среди юношей Максим Устюгов завоевал золото, Арсений Власюк – серебро и Арсений Барбаков – бронзу. Среди ветеранов лидировал Сергей Печерица, за ним – Сергей Смирнов. Дети соревновались на дистанции 30 километров и все отлично справились с заданием. Победителями и призерами стали Дмитрий Гуща, Денис Якименко, Анастасия Борщевская, Анна Кузенкова. Были среди участников и сверхмарафонцы – те, кто решил пройти более 150 километров, чтобы проверить свои силы вне зачета. Работник управления капитального строительства Смоленска АЭС Алексей Борщевский решил победить 180 километров и прошел этот путь за 14 часов 55 минут. Традиционный день национальной кухни, приуроченный ко Дню Народного Единства, прошел столовая БК «Смоленска АЭС». К приходу постоянных посетителей работники столовой приготовились основательно. Красочная вывеска не дала пройти мимо. В центре линии раздачи был установлен тематический стол, сервированный национальными блюдами. Тематические дни кухонь разных стран уже полюбились постоянным посетителям столовой. Они отмечают, что такие мероприятия поднимают настроение и жизненный тонус в холодное время года, а также вносят новизну и атмосферу праздника в повседневную жизнь. Изумительно, все красиво, блюдо изысканное. Надеюсь, вкусно, еще не пробовали. Великолепно. И девочки вообще стараются, молодцы, очень часто такие дни устраивают и всегда готовят очень вкусно. Мне вообще очень нравится, у нас столовой хорошо готовят. Раньше очень часто проводились дни национальной кухни, грузинской, украинской. И сейчас, на данный момент, очень приятно, конечно, что столовой. А украшения как вам сегодня? Да, очень приятно. Такое ощущение, как будто праздник. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке, а также в разделе САЭС на сайте Росэнергоатом. Я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА